Какое у вас образование? 9 классов. Вот так вот выглядел в боевом... Это же вы? Да. Зачем вы пришли убивать своих братьев, как вы называете нас? Или это нормально? Выживших с первой волны очень мало. Тут обрезок. Наш боевой клоп выключил. Как вас звать? Глеб. Выключил Глеба. Он нас стрелял по людям. Да. Было дело? Я не веду и такого. Было дело, смотрите. Было дело. Было дело. Вы тот, кто занимаетесь геноцидом. Соучастник. Живите с этим. Ваш сын оккупант. То, что мы с вами не знаем, а кто-то другой знает. Глеб, вы видели здесь нацистов каких-нибудь? Нацистов? Именно нацистов нет. А именно кого вы видели? Вооруженные силы Украины. А это кто такие? Военные Украины. Которые что делают? Защищаются. В вышке, которая в море? Да. Сколько там человек? С рабочими около 13-14. А, мало типа людей. Сколько военных? Буйным в то время. То есть гулял. Вы буйный? Оставить живого человека? Ну, конечно, если клоп не выключил по второй программе, где еще и легкие выключаются. Но у нас это еще не полностью доработанная версия. Вот в этом моменте будут много кряков, которые понравились им. И не говорите, что там тоже никого нет. Там тоже никого не было. Потому что сейчас она не работает, живет в деревне. Почему? Ну, потому что не хватало нам. У нее там много кредитов было. Из семи машин потеряли три. Да. Это 40%. Да. Они просто были не подбиты, они ломались. Ребенок появился, ну, я узнал о нем, когда уже был тут. А, нет, узнал в прошлом году. Что, у тебя в жизни не пофиг? Есть. Например, я же ни разу не видел его. На войне страшно. Вы рекордсмен, как мы вот общались, как выяснилось. Знаете почему? Нет. Вы тот, кто с 24-го числа, февраля месяца, по сути, до 1-го октября побегали, повоевали. Да. Я попрошу вас говорить громче, потому что я буду, получается, кричать. А вы будете молчать. Я понял. О, вода есть. Да. Подписчики все время просили воду с собой носить, PH 7,8. Я не знаю, что это значит, но вы знаете, что это значит? Да. Ну, что-то написано. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Яговлев Глеб Владимирович. Дата рождения? 16.02.2003 год. 2003 год. Сколько вам полных лет? 19. 19. Ваше воинское звание и должность? Старший матрос, стрелок, зенитчик. И город рождения? Город Санкт-Петербург. Культурная столица. У нас сегодня должно быть интересное интервью, потому что культурная столица как-никак. У нас это добровольная беседа? Да. Вас заставляли? Нет. Почему? Предложили снять интервью. Я пошел на интервью, чтобы рассказать историю, как все происходило и созвониться с родными. То есть не было 45 автоматчиков? Нет. Потому что нам пишут, что интервью дается. Вот сидим мы, и сидит еще 45 автоматчиков, и есть сценарий, там плакаты кто-то перелистывает, и вы читаете по ним. Нет. Вы даете добровольное согласие на записи и публикацию? Да, даю. Вы понимаете, что у вас увидит достаточное количество человек? Да, создаю. Я списался с отцом, и у отца стоит ваша аватарка. Да? Да. Выключить. Вот так вот. Видно? Вот так вот выглядел в боевом. Это же вы? Да. Почему у тебя поставил аватарку такую? Скучают, наверное, из-за этого, чтобы каждый раз, когда заходить в соцсеть, чтобы эта фотка напоминала обо мне. Ну, вы здесь такой весь военный, весь такой именно терминатор, короче. Да. Ну, тут другие военные подсказали, что вот таким вот способом еще раз выключить. Вот таким вот способом магазины скручивают колхозники. Ну, типа так никто не воюет, потому что там, я так понимаю, один магазин у вас вниз был? Да, смотрел вниз. И когда происходит бой, закончился магазин, то нужно тыц и одной рукой перевернуть, короче, проблема, да? Или вы пробовали? Ну, я пробовал, да, сложновато, но я его как бы носил для того, чтобы было еще больше на магазин. Сколько постреляли? Стрелял, это обычно, когда мы ехали в колоннах, нас обстреливали, успевал только открывать люк там, было там выстрелов немного, то есть отстреливались и выезжали сразу. Ну, то есть в движении. Не останавливались ни в каких поселках ехали до места назначения, куда именно ехали. Ну, мы до этого дойдем. Давайте поговорим про вашу семью. Какое у вас образование? Девять классов. Девять классов. Почему вы не пошли получать, почему, во-первых, не получили полное, как это слово называется? Образование? Да, ну, школьную школу. Не закончили полностью, 11 классов. Потому что... Или у вас 12 классов? Нет, 11 классов. 11. Не закончил, 11 классов, так как очень был буйным в то время, то есть гулял. Вы буйный? Ну, в то время был. Я просто отсел. Да. Расскажите за свою буйность, за молодость. Хотя вы... Дрался очень много, попадал в полицейские участки, то есть мать меня постоит так, как я жил с матерью, она меня все время вытаскивала оттуда. Отец у вас где? Отец у меня также в Питере живет, только со своей женщиной, живет своей жизнью. То есть живем далеко друг от друга, живу я с матерью. И как бы много попадал в полицейские участки. И как бы после 9-го мама сказала, что я устала. То есть... Ну, сказала, давай, не будешь ты никуда поступать, дальше доучиваться, просто там в армию пойдешь, как бы может быть там поспокойнее станешь, то есть как бы... Говори... Мозги вправят. Да, грубо говоря, вправят. У матери был мужчина? Да, был. Как вы жили? Жили в коммуналке в одной комнате, я отчим и мать. А кем мать работает? Мама работала банкиром в банке. Почему в прошедшем времени? Потому что сейчас она не работает, живет в деревне. Почему? Ну, потому что не хватало нам, у нее там много кредитов было. Ну, как много, не много кредитов, был кредит и как бы она его выплатила и сказала, что мне тяжело жить в городе, потому что цены слишком большие и уехала в деревню. Уволилась из банка, уехала в деревню? А сколько она зарабатывала в банк? Не могу знать, не интересовался, сколько она зарабатывала. Закончили вы 9 классов, это в каком году? В 17-м. В 17-м году. Когда вы в армию пошли? В 21-м. В 20-м году я закончил 7-й класс, 9-й класс. В 17-м или в 20-м? В 20-м году. Через год я пошел в армию. Вы закончили, мать еще была в Питере? Да. Она позже уехала? Да, я ушел в армию, она переехала в деревню. А отчим? А отчим, я не знаю, что у них сейчас. Не, ну он кем работал? Он в такси работал. Ну, таксист в Питере, по идее, зарабатывает нормальный денег. Я не интересовался, сколько он зарабатывает. А вы за что жили? За счет матери. Вы у матери брали деньги? Я их не брал, она просто кормила. Не, ну и давала там на карманные расходы. Я не брал. Потому что я понимал, как тяжело зарабатываются деньги, и как бы и так денег не хватает. Я даже не просил, она предлагала, я не брал. За что вы отдыхали, чтобы залетать? Я так понимаю, распивали спиртные напитки? Нет. Нет? Нет. Ну, а из-за чего тогда залеты, там, полиция? Ну, как бы, так же бульные друзья есть, и как бы гуляли по Питеру. Ну, иногда, там, да, я приходил к друзьям, смотрели футбол, выпивали пиво, и, как бы, ходили гуляли. Ну, и как-то вот так вот наклевывалось так, что происходили драки, а потом полицейский участок. И мама потом брала в очередной раз, там, последние заначки, везла их в полицию, и вас отпускали? Нет, просто приходила, забирала меня. А, просто, ну, я, я же... Брат? Брат старший, работает в МЧС с пожарником в аэропорте Пулково, есть дочь, разведен, служил... Он старше? Да. А сколько ему лет? 28. Ну, по сути, на 10 лет старше. Год вы ничего не делали, с 20 по 21? Ну, работал, собирал, работа состояла в том, что собирал машинные прицепы. Это вы на кого-то работали? Да. Ну, меня пристроил... Ну, я понял, ну, разнорабочий. Ну, да. Сколько платили вам? 20-25. Это много, мало? Я же не понимаю. Для меня это было достаточно, так как, ну, я много себе, ну, там, не покупал, как бы, такого. Домой поесть, там, да, сигареты, на... Там, на что? Там, сходить с какой-нибудь девочкой, там, погулять, посидеть в кино. Кино посмотреть, посидеть в ресторане. Ну, в кафешке. И все. Как бы так. Ну, иногда с друзьями, так же прийти в футбол посмотреть, выпить пиво. Понятно. 21 год. Когда вас призвали? 18 мая. Вы повестку получили. Срочник. Вас призвали. Да. 18 мая меня уже отправили. То есть, я уже уехал с Питера, уехал на автобусе, то есть, сначала в часть в Луге, там, мы какое-то время побыли. 18 мая 2021 года вы по повестке вас призвали, и вы поехали служить. Да. Куда вас распределили? Распределили сначала в Севастополь, в 810-ю часть морской пехоты. Морской пехотинец. Да. Потом, потом меня перевели в 126-ю бригаду в Симферополе, так как, ну, это, на тест психолога не прошел, потому что мы приехали в 4 утра, там, пару часов. Вы не прошли тест, будучи морпехом? Да. Ну, вот. А что за тест? Вы сколько прослужили? Ну, вот, мы еще КМБ проходили. А, КМБ? Ну, там психологи, как бы, тест пишут, дают срочникам, чтобы они писали тест. И что в тесте вы не прошли? Я не знаю, ну, просто сказали, что тест не прошел, как бы. Морпехом не будешь? Да. И отправили в 126-ю. Приехали вы в 126-ю, а в 126-ю можно всех? Не знаю. Психов, не психов? Ну, если вы не прошли психологический тест, значит, что-то не так. Ну, я просто порассуждаю логически, да? Да. Если в морпехе нельзя, а чем занимается 126-я? Ну, я не знаю просто. Ну, как вы были во всех частях, там, есть и рабочки, то есть. Там, там, и траву покосить, и там. А, принеси, подай, солдат на все случаи жизни. Ну, не то, это обычно, как, ну... Кем вас, короче, назначили в 126-ю и что вы делали? Я бы назначили меня стрелком-зенитчиком. Ну, иногда у нас были, так, ну, рабочки, обычно мы сидели в классе, нас обучали к нашему орудию. То есть, я... Зенитчик — это штука, которая стреляет вверх по воздушным целям? Да. На кораблях? Нет. На земле? Есть, да, наземно. Ну, зенитчик. У нас, по-моему, кстати, не было ни разу зенитчиков. Ну, сколько вы настреляли зенитки? Не стрелял ни разу. Почему? Ну, как бы мы приезжали на поля, и нам, ну, как бы, стреляли только сержанты, старшины, офицеры. Им по кайфу. Ну, да. Ну, а солдаты, которые должны стрелять? Ну, на тот момент я был еще срочником. Нам дали штабняка, ему дали листочек, и по листочку мы тренировались на ненастоящей трубе. И еще раз, что за листочек? Ну, пошагово, как правильно обращаться с орудием. А, инструкциям, да. Инструкциям, да. На ненастоящей трубе это что? На макете. Макете. А в случае, если бы нужно было, вы должны были бы сесть и фигачить? Да. И вы ни разу не стреляли? Нет. Хорошо. Ну, а если бы пришлось, вы бы смогли? Так как объясняли, я как бы все помню, как в каком последовательности все делать. Но, не знаю. Если обучали правильно, то я думаю... Не, я провоживаю. Ну, если обучили правильно, то я бы сделал это. Но я же не знаю, как вас обучили, правильно или нет. Ну, судя по тому... Ну, как бы я же, ну, выстрела не делал, я не знаю. Ну, понятно. Короче, не постреляли вы в зенитке. Вам в армии нравилось? Да, нравилось. Чего? Нравилось мне то, что, как бы, строгость была. Ну, из-за того, что я с матерью жил, как бы, строгости-то особо не было. То есть, не было мужского слова, можно так сказать. А отчим? А отчим, а отчим он мне никто. Он только мужик моей матери. Он мне не отец. Тебе на него пофиг, на его слова? Ну, не то, что пофиг, но воспитывать себя не давал. А в армии вам понравилось то, что был командир, который там, типа, равняйсь, мирно? За твои, там, оплошности наказывал, там, и физически. Ну, физически? Нет, физически. Да ладно, что ни разу не? Не было. Физически я имею в виду, отжиматься, приседать, там, бегать. Какой-то... Вы говорите, что вам нравилось, что вас наказывали физически? Нет, это, ну, дисциплину, это... Я понял, нет, ну, понятно. Дедовщина была у вас в части? Нет. Вы врете? В чем не было? Не было. Ну, я, ну, с КМБ, я пришел в дивизион уже, и, как бы, меня встретили, как бы, пацаны, ну, пацаны, которые уже, ну, скоро домой, и, как бы, я с ними общался, спрашивал. Что, где, как, ну, скажите, как правильно, и, как бы, нормально, адекватно. А дивизион это сколько человек? Дивизион это две батареи. Еще лучше загадок, больше. Честно, я не могу сказать, ну, около ста человек. Ну, типа, небольшая. Были там всякие туинцы, дагестанцы? Когда я пришел, то не было, а вот когда контракт подписал, к нам уже, ну, были переведены также на срочку дагестанец, чеченец и якуты были. Якуты много? Трое. Трое якуты. Ну, поэтому, наверное, и не было, типа, такой дедовщины, потому что не было клановости, потому что есть человек, который нам рассказывал, что тувинцы сами по себе, даги сами по себе, они между собой валят, но при этом все валят славян русских. Типа, постоянные замесы, драки с ножами, там, чук-чук. Почему вы решили пойти на контракт? На контракт мне предложили, предложил командир, который у нас на КМБ был, сказал то, что попишешь контракт, будешь, там, ну, как бы в Крыму на море будешь ездить, там, зарплата будет у тебя, отпуск, там, за командировку ты можешь, там, получать либо денежные удовольствия, либо выходными брать. Вот, так же у меня есть дочь с девушкой. Так, охрана, отмена. Камбэк, ту хистори. Можно так сказать или нет, напишите. Вы с английским как? Не очень. Ну, я понял, что объяснили. Откуда ребенок? Ребенок появился, ну, я узнал о нем, когда уже был тут. А, нет, узнал в прошлом году. Вот, он сказал, ну, как бы, командир знал, что у меня он будет. Вот, и он сказал то, что, типа, ну, прибудешь, превратите, ну, свою жену, будущую, ребенка, типа, нам. Еще раз, ваш командир знал, что у вас будет ребенок, а вы не знали? Я знал. Ну, так же. Вот. Как вы узнали? Ну, уже я узнал тут, ну, что он уже появился, когда я был тут. Вот. Ну, написали. Когда уже были на территории Украины, вы узнали, что у вас родился ребенок? Да. Соответственно, когда он родился? Да ладно, ну, сейчас не сделай эту ошибку. Чувак. 24 января. 24 января ты еще не мог быть тут. В начале идет январь, февраль. Нет, она родился ребенок 24 января. Да. А так как не было связи первые месяца, я через, когда уже связи... А вы были на учения, да? Не, в январе просто не было еще войны. Родился у меня ребенок в 24 января. Да. У меня не было связи, так как я уехал, у меня была командировка на вышках в море. То есть не было связи. Угу. Когда я приехал с командировки, я, меня сразу отправили в палаточный городок. То есть телефон у меня сразу изъяли, то есть я даже не успел. Когда ты с командировки приехал? В феврале. Ну вот я в январе, мы на месяц на эту командировку уезжали. То есть в январе я уехал, числа 20-го. И уехал я, приехал я также в 20-м числе. В 20-м числе феврале. То есть нас привезли в палаточный городок, забрали сразу телефон. Вот. Как бы и уже в то время... Ну мы же понимаем, если ребенок родился в январе, то до января как бы девушка знает, что она беременна. Да, и я знал. А, она вам сообщила. Ну да, я знал, что она беременна. А, все, интрига пропала. Ты просто так начал рассказывать, на ты можно? Да. И ты ко мне на ты. Начал так рассказывать, что ты типа узнал уже в будущий, когда весь движ был. Возвращаемся. Когда вы узнали, что у вас есть ребенок на девушке, на которой у вас не было бракосочетания? Узнал я это в мае месяце. Да, то есть в мае месяце у меня появилась связь. В 21-м году вы в армию пошли служить? 18 мая. 18 мая и уже узнали, что есть ребенок, грубо говоря. Да. Ну, беременный. Ну, нет. Перед отправкой... Ты уже знал, что... Нет, нет, перед отправкой у нас произошло зачатие. Ага. Вот. И тогда уже в армии, когда я был, мне позвонили, сказали, что вот я беременна. Вот. Вы осознанно делали? Да. А, ну, то есть это по согласию, она понимала, что будет ребенок там, все дела. Понятно. Так, может, ей позвоним? Нет, я как бы с ней созванивался уже. Я не созвонился с отцом. И с плена вы звонили ей? Да. Вот, когда вот первый... куда меня первый раз привезли, с той посадки. Укра... нацистам дали позвонить. В СУшники не дали. В СУ. А нацисты? Нацистов я не видел. Ну, ладно. Восемь месяцев бегали с автоматом и не видели ни одного? Не видел. У меня не было столкновений, стрелковых боев. Как бы, так как я зенитчик, я на первых временах... Так, все, картина сложилась. Перед армией было прощальное, правильно? Да. Бриллиантовая ночь, или как там называется. Пошел, сделал ребенка, служил полгода, подался на контракт, начался контракт, служили, служили, служили. В январе месяце 22-го года вы поехали на вышки. Да. Что это за вышки? В вышки газодобывающая станция в море находится. Это где? В каком море? В Черном. В Черном море. Черноморск город. И что вы там делали? Охраняли. Там зенитки есть? У меня ПЗРК, переносный зенитно-ракетный комплекс. А там всегда были военные? Не знаю как, всегда-не всегда, но туда я не раз уже ездил, то есть два или три раза ездил. А, уже ездили туда? Да. И что во время этой командировки происходит? Это вы реально тупо на вот этой вышке, которая в море? Да. Сколько там человек? С рабочими около 13-14 человек. А, мало типа людей. Сколько военных? Шесть человек. Шесть военных, шесть рабочих. Ну, семь рабочих. Ну, и что вы делали каждый день? Месячная вахта, я так понимаю? Да, месячная вахта. Как бы дежурили. Так же, как и на обычных командировках. То есть, вышел там, в свое время отстоял, пошел отдыхать. Вы выходили, я представляю, январь. Да. Море же не замерзшее. Нет. Дубарь, короче. Ветер, все дела. И что, в бинокль или как? Нет, просто визуально стоишь, наблюдаешь. Чтобы, типа, кораблики не плавали. Да. Самолеты не летали. Были какие-то инциденты? Нет. То есть, тупо ничего. И у вас вот это шесть военных, вы по очереди менялись. Да. Офицер был у вас? Сержант был. Сержант. Ну, такого нам никто не рассказывал, поэтому интересно. А вышка добывает газ. Да. А дальше газ этот куда? Не интересовался. Вообще? Вообще. Ну, то есть, ну, вот, море, вышка, она что-то добывает. Тебе даже не было интересно, что дальше происходит? Нет. Там труба идет куда-то. Тебе пофиг. Да. Ну, как бы на той вышке, там, в большей части хотела отдохнуть от рабочих в части. А, то есть, туда ехали? Нет, ну, туда отправляли не всех, кто, ну, и там, зенитчиков, и там, разведку, и горный батальон. Короче, это было, типа, лакшери отдых. Ну, можно сказать так. Плюс повышенная оплата? Ну, нет, я бы не сказал, что повышенная оплата. Сколько вы получали до вышек и вместе с вышками? Там, за одну командировку выше, там, около 12 тысяч платят. За месяц? Да. Ну, добавляют к... Зарплата. А зарплата тысяч пятьдесят? Нет, зарплата у меня 27-800. 27-800? А, ну, да. Короче, туда ездили сбежать от суеты, отдохнуть, порасслабляться? Ну, не сбежать там, как назначили, так и отправили. Понятно. Возвращаете, и там реально нету связи? Нету. А как вышкин связаться с Берегом? Ну, там есть, как бы, рабочие там, и я думаю, у них связь какая-то есть. А вы, типа, не можете подойти, можно там домой набрать? Нет, у них только, ну, позвонить как бы нет. У них есть компьютер, и как бы как-то они связывались, я не знаю как. И вам тупо пофиг? Ну, пускай нам говорили... Вторая армия мира, связь вот такая. Нам говорили то, что... И солдатам только пофиг. Все. Приезжаете вы в конце, в начале февраля? В 20-х числах февраля. В 20-х числах февраля? Да. Приехали вы в часть? Нет, мы приехали вот на побережье, нас забрали, отвезли в палаточный городок, там забрали сразу телефоны. Ты не успел даже позвонить? Нет. А как происходит забирание телефонов? Это же не добровольно? Ну, за мной приехал товарищ на КамАЗе, он сказал то, что мы куда-то собираемся, то есть собираем, ну, достаточно... Вся бригада собралась, там колонна выстроилась, то есть, и как бы телефон сразу мне сейчас задаешь. Ну, ты отдал? Да. Ну, ты младший... Больше ты телефон свой не видел? Нет. У кого-то есть 150 тысяч телефонов, которые были собраны у всех вот этих вот чуваков, которые в первую волну пошли повоевать. 150 тысяч трубок на всяких там сайтах появились в продаже. Ну, логично предположить? Да. Вромче, пожалуйста. Да, логично. Я буду тише. Хорошо, в колонию вы едете 24 февраля 2022 года. Как у вас прошло? Мы заехали... Мы заехали... Мы когда подъехали границы, я уже как бы, ну, я ехал на машине. Где это было? Ну, это возле границы мы вот остановили. Ну, вы со стороны Крыма. Со стороны Крыма. Джанкой. Не могу знать. Короче, это пофиг. Я не видел. Я понял. Везут и везут. Я в Джанкой был, но... Есть что-то, что у тебя в жизни не пофиг? Есть. Например? Ребенок. Я же ни разу не видел его. Я его ни разу не видел, и мне не пофиг. Вот. А еще что? Родители. Хорошо. Ну, просто ты как-то так все рассказываешь, что везут. Пофиг. Телефон забрали. Пофиг. На вышку отправили. Пофиг. А что дальше с вышкой происходит? Пофиг. Ну, вся жизнь была буйная. Значит, армия перевоспитала. Да? Да. Заехали вы на территорию Украины? Да. Заехали на территорию Украины. Заехали... Ехали в Новую Каховку. Заехали на Новую Каховку. Переехали ГЭС. Дамбул. Артиллерия начала обстреливать. Ну... Часто... Ну, не так часто обстреливала она нас. Вот. Слышал бои в городе. Вот. Потом... Около часа или около двух... Стояли около железной дороги. Ну... Параллельно железной дороги. Также в колоннах. Вот. Потом... Не знаю, что произошло, но начали все суетиться. И поступила команда по машинам. То есть... Сели в машины. Откатились назад. Вот. И... Также артиллерия начала нас обстреливать. Именно там, куда мы откатились. Вот. Потом мы опять... Поступила команда по машинам. Мы сели и отъехали еще дальше. То есть... От дамбу обратно переехали. Короче, отступали вы. Да. Это все было когда? 24-го числа. Угу. Вот. И отъехали еще дальше. Но... Мы еще были... Слева по левую руку был город еще. Перед дамбой. Мы там остановились. Закрепились в том месте. Закрепились в недостроенном доме. Около пяти дней мы там базировались. Именно... Ну, те, кто заезжал. Потом меня... А что вы ели пять дней? Сух-паи. Достаточно было? Да. Понятно. Пуфи. Дальше. На... Пятый... На пятый или на шестой день меня и сержанта забрал командир батареи моей. И мы переехали в ГЭС. Мы также ждали самолеты. Стояли, ждали. И вам сказали, что должна быть авиация, подкрепление. Прилетела? Нет. Чего? Не знаю. Пофиг. Дальше. Мы дальше отправились... Через ГЭС мы переехали. Поехали в сторону города. Мы также нам сказали залезть в машины, закрыть люки. То есть, куда мы ехали, я не знаю. Мы приехали на место. Мы где-то были... А вы на какой машине ехали? МТЛБ. А, то есть, я пропустил момент, когда вы из Уралов пересели в МТЛБ? Ну, когда мы заезжали на Украину, мы ехали в МТЛБ. Все. Вот теперь я понял, потому что я... Угу. Большая колонна у вас была? Достаточно длинная. Сто машин? Скорее всего. Он интересен чем? Потому что люди уже забыли, как это все было. Потому что выживших с первой волны очень мало. И уже порядком, наверное, месяцев двух в интервью у нас не попадались те, кто с первой волны. Вы же у нас первоволновой. Можно так говорить? Много. Первоволновой. Ну, говорить можно. Пофиг. Мы приехали на место, там, как остановка, конечная остановка КамАЗов, там, где они загружались или разгружались. Вот. Так же... Это уже март пошел, грубо говоря. Да. Ближе к март. Но мы давай, короче, как-то ускоряться, потому что мы можем побить рекорд 2 часа 40 минут. Но это хорошо, что ты все помнишь. Что вы делали в марте в основном? Вот так давай по месяцам. В марте мы после того места, где КамАЗы загружались, разгружались, мы поехали, состыковались с колонной и поехали в аэропорт. В какой? В Каховке. Да. В Каховке мы... А, извиняюсь. После того, где вот КамАЗы находились, мы оттуда поехали, как я понял, в Вознесенск. Угу. То есть ехали, вот как раз мы приезжали в Баштановку или Баштанку, как правильно... Баштанку. Баштанку. Ну, Ковсю. И тогда вот, когда первая перестрелка у меня была, то есть стреляли по колонне, и поступила команда вылезти из люков и начать отстреливаться. У нас остановилась прямо на перекрестке МТЛБ, что-то... Ну, она заглохла. Что произошло с ней, я не знаю. Пока водитель исправлял проблему, мы отстреливались, все, он ее исправил, все, мы дальше уехали. Вот эта фотография была сделана когда? Вот, когда мы вот стояли, где команда. Потому что я вспомнил, как там были вы одеты, складывается. То есть заглохло, вы выбежали, вы видели, в кого вы стреляете? Я видел пламя с окон. Автоматная. Ну, когда стреляли, в пламя, видно. Вот, и примерно в те же места стрелял. Попали? Не могу знать. Сколько она стреляли тогда? Чуть меньше магазина. То есть в магазине еще оставались патроны. Дальше? Ну, вот, потом мы стояли в посадках, заехали потом через какое-то время, через день. На следующий день заехали в деревню, стояли в деревне. Раненые, двухсотые были? Двухсотые видел, как падали с БТРов замертво. Трехсотые, ну, не сильные, но были. Ну, вот, ну, я их много не видел, потому что их сразу эвакуировали, вертолетами. А двухсотые, за что эти люди погибли? Поступил приказ, приказ, ну, как бы. Какой? Ну, поступил приказ выдвинуться на территорию Украины. И пока мы были на территории Украины, ну, сказали, что будет спецоперация, будем стреляться. Хорошо. Будем стреляться? Да. Ну, это... Офигенно, это... От моих слов. Будем стреляться, пофиг, поехали, постреляемся, да? Поступил приказ, а как бы... Понял. Поедем, постреляемся. Март месяц. Где вы стояли весь март? Весь март мы не стояли, мы двигались по посадкам. Вот. И как бы уже... Короче, вы все время ездили? Да. В чем смысл был этой езды? Я не знаю, мы ехали в закрытые машины. То есть, мы куда-то ехали, ну, мы спрашивали у командиров, куда, в какой-то... Но нам не говорили ничего. Жили вы в машинах? Да. Сколько у вас в машине было? Четверо человек. С командиром пять. Еды у вас было достаточно? Ну, сухпай... Два сухпая на два человека на день. Ну, хватало. Короче, вы катались? Да. Хорошо. Апрель месяц? Апрель месяц... Мы уже выдвинулись с аэропорта, с Каховки. Поехали в сторону... В Чернобаевке вы были? Не могу знать. Понял. Мы ехали в сторону, вот как раз, Дучан. Ну, это вот так вот, образно. Но мы ехали сразу в деревню Добролюбовка или Миролюбовка. Мы приехали туда. Мы сначала стояли в посадке. Потом через... На следующий день мы заехали в эту деревню. Там... КамАЗ с... Уже мы на тот момент на КамАЗ уже в аэропорту пересели. То есть на КамАЗе передвигались. Тепло было? Нет. Ну, в спальник укутался и более-менее нормально. А чё в МТЛБ же было теплее? МТЛБ сломалось, когда вот мы ехали... Ну ладно, а что у вас техника ломалась? Да. Много? Ну, мы потеряли 3 МТЛБ. Из? Из 7 штук. Из 7 машин потеряли 3? Да. Это 40%? Да. Они просто... Они были не подбиты, они ломались? Да. Ну, там помпа... Я, если вы скажете мне, что такое, покажете штуку и скажете, это помпа, я скажу, круто. Ломалась маленькая деталь, из-за которой машина очень плохо передвигалась. Хорошо. Вот. Короче, и что, вы технику бросали и ехали на... Подрывали технику. Подрывали? О, нам этого ни разу никто не рассказал. Как это? Подрыв... Ну, гранаты закидывали в двигатель. Чтобы она вообще... А вызвать тех, кто умеет ремонтировать? Мы в тот момент ещё катались по посадкам. То есть, чтобы кто-то подъехал и забрал её, не было возможности. То есть, вы три машины, честно, сами уничтожили? Да, чтобы ВСУ не смогла при обнаружении её взять и передвигаться, починив передвигаться на ней. Типа вы все такие на опыте. Понятно, хорошо. Нам этого никто ни разу не рассказывал. Реально за все 450 или 500 интервью, как если поломалась техника, то её подрывают. Нам никто не рассказывал. Гранаты закидывали и... Да. Три машины его уничтожили. Да. Лайк, подписка. Будет интересно. Приехали вы в село? Приехали. Мы заехали в село. Меня... Сколько у вас машин доехало? Я не считал, сколько машин. Ну, много? Ну, машин 15. Уралов? Камазов, машин 7. И броня какая-то. Ну да, БТР. Камазы тоже ломались, Уралы? Камазы... Нет, я не знаю. Ну, скорее всего, ломались. Что вы в селе делали? В селе мы заехали в ангар. Там стояла КП-бригады. Я охраня... Ну, как зенитчик, меня там оставили охранять КП-бригадой. Там была зенитная установка? Нет. Ну, так как я зенитчик с переносным зенитным ракетным комплексом, с ракетой. Угу. Меня оставили там. А вы стреляли из нее хоть раз? Нет. Не удалось. Да нет, это хорошо, что не удалось. Ну, а вы понимаете, как она должна работать? Да, мне показывали видео, примерно, как она должна работать, я знаю. Вас научили пользоваться игла? Игла. Иглой по видео? Нет. На ютубчике? По инструкции, как нас обучали. И по видео, как она, так же по инструкции, как она поэтапно заводилась, выстреливала, как она работала. Это видеоинструкция? Нет. То только скажите, что вы реально вам показывали с ютуба? Нет. Ну, как бы просто показали, как она вообще в действии работает. А, что типа, что вот она полетела, и там что-то бах. Да. Ну, а так... Это нормально? Ну, вообще, как бы, надо обучать личный состав на его орудия, чтобы он хотя бы знал, как она, хотя бы один выстрел, он должен был сделать, чтобы понимать, как она... Вы тягали эту трубку все время с собой? Да. Тяжелая эта фигня? 17 килограмм. Тяжелая фигня, неудобная по-любому. Ну... Еще и автомат, еще и... Ну, я не постоянно ее с собой таскал, то есть, она рядом всегда была со мной, то есть, при случае чего я должен был открыть огонь. Долго вы в этом ангаре прожили? Месяца два или полтора прожили. Май-июнь, уже тепло. Это все, это все время в селе в этом. Да. С местными общались? С местными не общались, так как мы стояли за деревней. В деревню вы не ходили? В деревню может кто-то ходил, я именно не ходил. Еды достаточно было? Да, была полевая кухня. Давайте, июнь-июль-август. Июнь-июль-август, это у меня уже, мы уже переехали, откатились назад, то есть, в другом месте уже в школе стояла КП-бригада, также я его охранял, дежурил на крыше, и потом уже в июне, в конце июня меня отправили на фронт, на вот эту посадку. Все, мы в посадке. Я типа подзасыпаю, короче, я думаю, что зрители тоже, у вас такой ритм беседы, не, вспоминают. Не, я понял, понял, пофиг, понял. Чтобы рассказать так, как я помню, что мы... В июле месяце вы уже были в посадке. Да. И все время потом до плена... Да, я находился в посадке. Что за посадка? Что вы там посадили? В посадке как бы мы жили, наблюдали. Это посадка, населенный пункт. Где? Между Осокоровкой и Золотой Балкой. О, Херсонское направление. Херсонское направление. О, и в плен вы попали как раз... В этой посадке. В этой посадке, в момент, когда у нас пошла зачистка Херсонского направления. Да. Супер. Три месяца получаю. Июль, август, сентябрь. О, как раз все складывается. Три месяца вы были в посадке. Много у вас там было? 15-16 человек. Офицеры были? Старший лейтенант. Нормальный чувак? Да. Как фамилия его? Дринякин. Дринякин? Да. Он... Где он сейчас? Не могу знать. Давайте так. Быстрые вопросы, быстрые ответы. В посадке было у вас 15 человек. Что вы ели? Это окопы там были какие-то? Да, были окопы. Привозили еду каждую неделю. Раз в неделю. Всего хватало, все было как мыло. Мылись вы? Сделали сами душ. Летний душ. Тягали воду из озера, набирали, она огрелась, мыли. Нет, привозила водовоска. Водовоска. Все хорошо. Какие-то столкновения были, обстрелы? Минометные, ствольные, артиллерия, танк стрелял. Долбили вас, короче. Ну, были моменты, когда, да, иногда град прилетал. О-о-о. Как ощущения? Ну, я не был в тот момент, когда град прилетал. А где вы были? В увольнении ходили? Да, на три дня нас отпускали в Крым, так как нас не меняли. А-а-а. Нам тоже впервые рассказывают, что с войны дают увольнение в Крым. Расскажите про свое увольнение. Это одно было увольнение? Два увольнения. Ну, можно сказать, два увольнения было, так как я родитель, ну, не видел никого с тех пор, как я ушел в армию. и, и, как бы, далее, ну, разрешили, чтобы, ну, на три дня возили людей в Крым, чтобы увидели родных, близких. Вот. Я сказал, ну, ко мне мать приедет, к такому-то числу, меня к такому-то числу отправили. Вы увидели мать? Да. Я увидел маму, там, с ней погулял, поотдохнул, отправил деньги домой. Сколько денег уже насобиралось? На тот момент? Ну, а когда было увольнение? Уольнение, честно, я не помню. Ну, плюс-минус, это, там, в июле, в августе, в сентябре, в июле. За спецоперацию сколько платили? 170 тысяч, это боевые, зарплата и два оклада. То есть, всего где-то в месяц приходило 170 тысяч? Да. Март, апрель, май, июнь. Около миллиона. Да, я прикинул, миллион. Вы все отправили? Не все, ну, я сказал, сколько вам надо отправить? Я отправил девушке, я отправил матери, ну, я матери передал деньги, передал 200 или 250 тысяч, и, как бы, она их увезла. У вас осталось 1200? На тот момент, да. Я знаю просто. Честно. Хорошо. После увольнения приехали вы, град вы пропустили в увольнении, минометами долбили при вас? Да. И как? Ощущение так себе, не слышишь выходов, слышишь, смотря какой миномет. 120 за несколько секунд до прилета, ты слышишь шелест, 80 ты не слышишь. Ты поможешь сидеть-сидеть, прилетело. Да. В окоп прилетало? В окоп не прилетало. Рядом все время нет. Да. Прилетало, уже прилетало тогда, когда пошло наступление. 200-е, 300-е были в этой лесопосадке? В 300-е прибыл, он, ствольно, я ушел на пост, я как бы в одном окопе жил с поваром, я стоял на посту, начала прилетать ствольная артиллерия, попало в дерево и в окоп залетело к повару. К повару? Да. Эх, хороший повар был? Да, готовил нормально. Понятно. Расскажите наступление. Я сменился с поста, пошел отдыхать уже в 12 часов. До 1-го числа? Да, 1-го числа. Поступила команда к бою. Все по... 12 дня. Да, 12 дней. Все уже были на позициях, там, начался минометный обстрел, ствольной артиллерией, кассетами, ну вот, в суете. ну я метался, так как на левой стороне не было рации, только на правой. И на правой стороне как раз и командир был, и связь была. Вот. Я побежал на левую сторону, и контракт начал кричать, чтобы к нему, ну, прям кричал, что, типа, подойдите сюда. Я подбежал, командира ранило. Ранило в руку, ну, забежали в окоп, где обычно прятались при обстреле. Вот. Командир сидел около выхода, я сел за ним, пришел командир отделения, начал ему оказывать первую помощь, и прям выход из окопа прилетел 120-й миномет. Добавилось еще 300-х. Может быть, и 200-х там в этот момент произошли, потому что в этом пути сообщения стояло два контрактника, два мужика, один из них, который звал в окопе, вот командир отделения и командир завода, ополченец и я были. я начал доставать аптечку в этот момент, чтобы дать командир отделения, чтобы он ему оказал первую помощь. В этот момент как раз прилетел миномет, мне землей покосило глаза, то есть я именно под веки земли. Ну, понял, да, песок попал. Да. Я стал искать воду, чтобы промыли глаза, через секунд 15-20 я отключился. Чего? Отключился. Я не знаю, как так произошло, но через секунд 15-20 после того, как прилетело, я отключился. У вас ранение было? Ну, так-то не было. Какой гномик мог прийти и вас выключить? Не знаю, может быть, это честно, я не могу знать, как это произошло. Я могу предположить, что это может быть контузия. Не, не надо на контузию спихивать. Это наш биоклоп. Они были у вас на позициях или био в США. Там пришла команда отключать, и они все тыц, укусили и укусили. Ну, может быть, и так. Вы же верите в биолабораторию? Нет. В боевых голубей? Нет. В этот бред не? Нет. На хрена вам этот бред рассказывают по телевизору? Я такого не слышу на разу. Я вам покажу. Про биолабораторию, боевых гусей. Может, вас там хорошо, а дальше что было? Вы выключились? Батарейка села? Потом недалеко от этого окопа в пути сообщения, не знаю через сколько, ну, примерно полчаса или 45 минут до часа я выключенный был. Потом я пришел в сознание. Сами? Да. Я слышал, как работал азарт, рация. Что? Азарт, рация такая, бригадная. То есть вся часть по этой рации общается. Вот. Я думал, кто-то на позиции есть, начал звать командира отделения, командира взвода, никто не ответил. Я еще минут 15 полежал, пока ствольная артиллерия долбила. Что вокруг видели? Я ничего не видел, потому что глаза были песком забиты. То есть правый глаз еле-еле видел. Я встал, было на косо на очень много веток, то есть осколками. Я понял, никого нет. Я пошел до окопа, пока шел. Вас что, оставили? Да, меня оставили. Ну ладно. Да. Не знаю, может быть, подумали, что 200-ый, не знаю, может меня... А 200-ые валялись? Я не видел. Короче, напоминаем историю. Тут обрезок. Наш боевой клоп выключил. Как вас звать? Глеб. Выключил Глеба, исполнил честный приказ. На полтора часа, как договаривались, проснулся через час, очнулся, по сторонам никого нет. Правильно? Да. Вы, ну, просто, я думал, может вас не оставили, потому что предыдущих человек 400 тоже оставили, забыли, в наряде, в карауле. Но, вот это уже экшен. Я пошел в сторону окопа до лагеря, и между лагерем и позициями стоял БТР. То есть, мы мимо него проходили. Я смотрю, БТРа нет. Еще и уехали. Все уехали. Я не знаю. А своих не бросаем? Не не знаю, может подумали, что я 200-ый. А 200-ого забрать не надо? Может быть, сильный обстрел был. Я не знаю, что произошло. Но фига вы пробуете их сейчас оправдать? Я не оправдываю. Это нормально то, что произошло? Оставить живого человека? Ну, конечно, если клоп не выключил легкие выключаются. Но у нас это еще не полностью доработанная версия. Еще не все обновились. Просто у нас две версии клопов есть. Одни, которые выключают на час, на два, а вторые, которые имитируют еще и полностью, чтобы человек даже не дышал. У нас, наверное, первая версия выкосил. Ну, БТРа нету. Сколько вам идти пешком? До лагеря? Да. Метров тут БТР. идете вы, 150 метров. Дошел я до лагеря, промыл глаза. И не говорите, что там тоже никого нет. Там тоже никого не было. Лагерь тоже весь эвакуировался. Ну, в лагере остался только повар, а все остальные были на позиции. Повар же ранен. А, того поменяли. Это еще до этого. Все, я понял. пришел в лагерь, промыл глаза, закапывал глаза каплями, чтобы может, как-то помогло бы. Да, ощущения. Ощущения были не очень. Ладно, расскажите мне про не очень ощущения. Это самое же интересное. Что такое не очень ощущения? Когда я пришел, увиделся, никого нет, я начал думать, что мне делать дальше. было ощущение, как бы, неприятно то, что я остался там один. Все уехали, как бы, ну да, мне тоже было. Что, не покер было? Нет. У нас слово паразит за интервью. Ну, вы один в лагере, неприятное ощущение, что своих не бросаем, но тупо бросили его копия на передке, и тупо лагерь с вещами, все было брошено. Ну, какие-то вещи... вы нашли капли, значит, все, было брошено. Аптечки? Ну, какие-то вещи, вот именно с окопа, с кем я жил. Бригадную рацию не забрали, а это о чем он говорит? Убегали. О, хорошее слово. Убегали, значит. Что вы делаете дальше? Я залез в окоп, чтобы какие-то медикаменты взять из сумки. То есть глаза начало промывать. До ваших позиций сколько вы понимали, куда вам надо идти? Если отступать? или ка... Ну, если вы по картинке спецназовец, то можно наступать. Ну, куда нужно идти, чтобы прийти к своим? Я это... Ну, по дороге, по которой нас отвозили, когда на вольне забирали, да. Я примерно знал. Долго это? Долго. На машине долго тогда ехали? На машине не очень. Минут 5-10 мы ехали до где стояла ротный. сзади. Да. Ну, то есть, короче, 5 километров. Ну, где-то да, примерно. Ну, нашли мы медикаменты. Промыл глаза, все, очень сильно болела голова, шумела в ушах. Это побочные эффекты хлопов. Мы пока эту проблему не решаем. Ну, и потом я опять потерял сознание в окопе. Хлоп еще раз решил? Наверное. потом через время я очнулся, когда уже услышал сквозь сон, можно так сказать, услышал, как стреляют в БТР, стреляют очередя автоматные, как гранаты закидывают в окопы. Вот. И я не услышал, как к моему окопу подошли. И никто туда не заходил в окоп, а опустили просто очередь. Повезло, я лежал у стенки, ничего меня не задело, ни одна пуля. и как бы я подумал, если я останусь молча лежать, они просто пройдут дальше, ну, или гранату закинут. Если гранату закинут, дальше ничего не будет. Если пройдут дальше, одному что мне делать? Назад идти, смысла нет, догонять вооруженные силы Украины, как бы оставить свою жизнь, как бы хотя бы увидеть свою дочь в глаза, я сдался. еще есть вариант, у вас тогда еще в окопе был вариант подорвать себя. Два предыдущих спикера честно рассказывали, один хотел подорвать, и второй они хотели подорваться. Одного спасли, а второй там, это я же не придумал, это вы находитесь с этими людьми. Салфетки еще надо, помню. В окопе не было вообще А если бы была граната? Если бы была бы граната, ну, не знаю. Были бы такие мысли? Были такие мысли, но как бы я не думаю, что я такой человек, чтобы я мог себя подорвать, потому что я знал, что у меня еще дочь, которую я не видел, за меня сильно переживает мать, как бы и хотелось бы еще увидеть их. У нас есть один человек, который в такой же интонации, когда рассказывают, вся страна выключается. Да, да, и что вы кричите из окопа? Я выхожу, говорю, мужики, все, как бы сдаюсь, они меня валят на землю, вот, пару ударов в ребра, приходит мужик, связывает, ну, связывает, как я понимаю, командир, связывает мне руки, отводят меня на другую позицию. Ну, дальше неинтересно. Дальше вас передавали, 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 и наконец-то вы допередавались. Ну, интересно было тогда, когда я ехал на Хаммере. На Хаммере вас покатали? На Хаммере, на капоте я ехал. Ну, как бы, ну, расскажите, как бы, посадили вас на Хаммер, на капот? Положили меня на Хаммер, отвезли, везли меня... Прошу тишины. Везли меня в то место, которое я первый раз в плену сидел. Там, где вам давали позвонить, там, с женой. Вот, как бы, вот, было тоже еще вот этого неприятно. Неприятно? Да, на капоте меня везли. В салоне место было? Я не знаю. А в чем неприятно? Я не понимаю. Ну, то, что на капоте везли. Что вы делали на территории Украины? На территории Украины я делал Я вам скажу. Сказать? Скажите. Вы заработали миллион кровавых денег, бегали с автоматом, готовы были убивать людей. И вам неприятно то, что вас на капоте провезли? У вас все нормально? Да, все нормально. Может, вы чуть-чуть не понимаете ситуацию, в которой вы оказались? Понимаю. Что вы понимаете? В какой ситуации оказались? Вы в плену. Да. Я, например, не поддерживаю перевозку пленных на капоте по причине того, что пленный может травмироваться и опять медики будут его лечить. Почему вы ехали на капоте? Я не знаю, ехали там на скорости 100 км в час? Ну, у вас было за что держаться? Нет. Ну, меня привязали как-то. Я могу тогда предположить, что просто тупо не было места, потому что я это слышал впервые. Увозить вас с линии соприкосновения нужно было. И если бы вас хотели убить, вас бы убили, вы же это понимаете. Да. Ну, согласны? Да. Поэтому неприятность эту вы пережили. Как дословно почти только в другом склонении. Ну, то есть, когда вы зарабатываете деньги в чужой стране с оружием, это нормально. Но когда вы взяли в плен, вместо того, чтобы убить, это неприятно. Так получается? Нет. А как? Ну, то, что меня не убили, не могу сказать, что это неприятно. То, что вас не убили, вы не можете сказать, что это неприятно? Да. Ну, то есть, хорошо, что вас не убили. Да. Ну, так я же про это вам и говорю. Я же про это как раз вам и говорю. На самом деле, у нас, у наших боевых клопов нет еще функции покинуть тело, поэтому им надо было, чтобы он ветром сдулся. Я так думаю. Ваша фамилия? Яковля. Просит фото прислать, но мы фото присылать не будем. По причине того, что нам фото не нужно. Алло, добрый день. Добрый. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Ваш сын в плену. Это ваш отец? Да. Вы разговаривать с ним будете? Конечно. Я вас уведомляю о том, что разговор будет записан и опубликован. Вы это понимаете? Простите, можно повторить плохо? Я вас информирую о том, что телефонный разговор, видеозвонок будет записан и опубликован. Если вы даете согласие, вы будете общаться с сыном. даю согласие. Привет. Привет. Как тебе? Хорошо? Как глаза? Нормально все. Все хорошо? Да, все в порядке. Так, я вижу по тебе все сам. Как вообще? В длиннее состояние сам? Нормально все. Попадаешь под огнем? Не знаю, как бы, ну, пацанов меняют, ждем. мы тоже ждем, потому что надеюсь, что все-таки как говорится, есть люди, которые все-таки понимают, что война войной, а пленные пленные, надо отдавать пленных. Тем более так вообще все. Вообще я очень рад тебя видеть. Я тоже тебя рад виду. Вот. Рад, что все в порядке. Мы тебя очень ждем. ты с мамой связывался? Пока не успел, позвонил, она не жива, я Сереге позвонил. Ну, вы там с мамой свяжитесь, там, Серега, скооперируйтесь, там, чтобы быстрее, там, в списке на обмен меня подали, там, министерство обороны, нападения, обороны, обратиться, там, военкомат, в такие учреждения. Собрал? мы все это, да, все делаем, потому что я звонил в твою часть, представителю части, она сказала, что в Москву списки поданы были с того момента, как была дана команда сообщить, что ты пленал. То есть, моментально сразу пошли списки, ну, как нам сказали, по крайней мере, вот так, в военкомате пока ничего не слышно, вот, то есть, они мне ничего не дали информацию никакую, то есть, возможно, приказ такой ничего не говорить, вот, думаю, я рад, что у тебя всем пучком очень я тебя очень люблю, мы тебя ждем. Я тебя тоже люблю, я надеюсь, скоро приеду, там, как, как дома дела? Дома как дела? Дома, ну, все ровно, все ровно. Бабушка, как? Тому, кто знает, знает бабушка, 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 бабушка ждет тебя в отпуск. То есть, все ждет, казалось, ждать буду до упора, мальчик придет, поедем на дачу. Скоро, надеюсь, приеду. Рано или поздно я приеду. Да, Дмитрий, благодарность за то, что вышел. Можно, вопрос задать? А вы видели уже интервью? Да. Интервью нет. Если будете так ласково, перешите, пожалуйста. Не буду пересылать, если захотите, найдете нас в Ютубе, канал Владимир Золкин, там уже таких 500 героев есть. Я понял. уже 500 записано, в плену их более 4 тысяч. Да, я представляю. Вы поддерживаете спецоперацию? Это я поддерживаю возвращение сына домой. Нет, так не бывает. Нельзя на двух стульях одновременно сидеть. Я не на двух стульях сижу. Вы сидите на стуле, который называется «Хочу сына домой». У меня обычный простой выбирает любой родитель не будет отправлять сына в чужую страну убивать других людей. Что сделаешь? Пошел служить просто в армии до того, как это все началось. Значит, вы плохой родитель, если они могли воспитать у сына нормальное чувство и обязанности и понимание того, что идти зарабатывать кровавые деньги в чужую страну. Что сделали украинцы плохого? Можно вопрос задать? Я рожден Советском Союзе, служил Советскому Союзу. Украина для меня братский народ. Вы не братский народ для нас. Нет, мы украинцы. Зачем вы пришли убивать своих братьев, как вы называете нас? Или это нормально? Это ваши слова. Мы для вас братья. В войне нормальности нет вообще. В убийстве людей нормальности нет вообще. Просто политика это такая штука, которая мешает нормальным людям жить. Но вы политикой не интересуетесь, да? Я не политичен. Не политичен. Смотрите, ваш сын, как и вы, политикой не интересовались. Но политика заинтересовалась им и прислала его убивать нас. Ваших братьев, с ваших слов. Есть многие вещи, которые мы не ведаем, которые нам не ведомо знать. Какие, например? То, что мы с вами не знаем, а кто-то другой знает. Глеб, вы видели здесь нацистов каких-нибудь? Нацистов именно нацистов нет. А именно кого вы видели? Вооруженные силы Украины. А это кто такие? Военные Украины. Которые что делают? Защищаются. Понимаете, какая ситуация? Вот ваш сын оккупант. Вы знаете слово оккупант. Вы взрослый. Вы термин знаете 100%. Что сделали фашисты во Вторую мировую войну в 1939 году? Напомните это событие, пожалуйста. Я не смогу сейчас в данный момент что-нибудь опомнить, потому что нахожусь в состоянии эффекта. Не извиняю, потому что я в состоянии эффекта нахожусь 24 февраля 2022 года. 240 дней я нахожусь в состоянии эффекта. А вы тут 15 минут в состоянии эффекта? Так бывает иногда в Ультаре. Прошу меня извините. Что произошло в 41 году? Великой Отечественной войны, если вы не помните, за Вторую мировую. Началась Вторая мировая война, это Япон. Да, что произошло по факту? Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Да. учили нас в школе. Да, а именно что произошло? Солдаты пошли захватывать территорию. Так? Ну, правильно? Как нас обыкновили. Да, вас так учили. Можете ответить на вопрос, что произошло 24 февраля 22 года? Глядя на него, понимая, что он в плену. Фашистская Россия совершила что? Нападение на... Не может быть фашистской, потому что она боролась с фашизмом. О, на нее фашист напал. О, как это хорошо. Давайте. Сколько фашистов вы видели здесь? Дмитрий, давайте оставим, пожалуйста, политические вопросы. Вы позвонили, чтобы дать невозможность поговорить с ним. Нет, мне это нафиг. Мне это не надо тратить свое время для того, чтобы вы с ним поговорили. мне не можно за это благодарить. Я преследую другую цель. Знаете, какую? что вы преследуете цель. Какую? цель я преследую? Я не ведаю вашей цели. Ну, давайте подумаем. Ну, какая у меня может быть цель гражданина Украины, который сидит с оккупантом, с фашистом рядом. Я это делаю с 25 февраля. Уже 500 таких сыновей России, которые пришли солдатским сапогом, с автоматами бегать, убивать, насиловать, мародерить. На братский народ. Это еще полиграф посмотрит. Если он производил выстрелы, то он никуда не поедет. Мой сын никого не убивал. В этом я уверен. Я могу только сказать да или нет. Я гражданский человек, мне все равно это история. Так вы ответите на вопрос, зачем на братский народ нападать? Это первый вопрос. второй вопрос, фашизм на вас пришел и Рашка с фашизмом борется. Он не приходил, у него тогда не было еще. А, вы про Вторую мировую? Нет, то не интересная история. Там как бы Вторая мировая война началась в 1939 году и Сталин напали на Польшу вместе с Гитлером. Как бы все нормально, тут разбираться ничего не надо. ясно понятно, белый день. Так вы расскажите, что ваш сын делает с автоматом в братской стране? Братская в кавычках. Мы все украинцы так считаем. Я вам не могу сказать, потому что когда он ушел в армию служить, поскольку вы помните, что в армии дают присягу и там уже отцы командира решают, кому идти куда. Ребята рядовые, они как пушечное мясо, вы же сами приказы не понимаете. Да, но иногда пушечное мясо умеет думать. Иногда это пушечное мясо отказывается выполнять преступные приказы. Он этого не сделал. на крайней мере он только оборудовал окопы, насколько я знаю. только что сказали, командиры там решили. Вы только что сказали. Он не участвовал в никаких интеграх. Как это не участвовал? Он только что рассказывал, как он с автомата стрелял. Вы это на интервью посмотрите. А про командиров по людям. Было дело? было дело? Смотрите. Было дело. Это же не я придумал. Но если вы не ведаете, то ваш сын вам говорит, что он стрелял по людям. А вы говорите, я не ведаю такого. В этом месте надо что-то доказать, как всегда у вас происходит. А еще расскажите про командиров. Расскажите. Секундочку. Командиры. 30 число. Где были? в окопе вас что? Вы рассказывали 8 минут назад. То, что при минометном обстреле командир получил ранение и зашел в окоп, чтобы ему оказали первую... да не перескажут. По итогу где вас оставили? Где были все? Его командиры оставили, бросили. На передке он перешел в штаб роты, правильно? Где тоже никого не было? нет, я в той же посадке был. В той же посадке, вот два раза кинули командиры. Один раз. Короче, тупо все уехали, оставили его. Командиры у вас есть? Он тот, кого плакатик у вас рядышком не висит, нигде своих не бросаем. Пример этого своих не бросаем. не бросили? Бросили. Стреляли? Стреляли. Какую вам еще надо историю рассказать? Это его слова. Вас пытали, чтобы вы это сказали? Я думаю, сколько там уже? Час двадцать. Сказали, что его бросили командиры, а что ему оставалось сделать, чтобы сохранить свою жизнь? Его командиры бросили. Если бы командиры не бросили, он бы не был в плену. Понимаете? Вы понимаете? Понимаю. Вот это я понимаю. Его кинули командиры. Раз. Второе, вы говорили, он ни в кого не стрелял. Стрелял, это он тупо рассказал. Два. Я рядом с ним не был. Я не могу это подтвердить. Потому что ваш сын говорит, что он стрелял. Все это было. Я так же отстрелился, как стрелялили меня. Не надо отнекиваться. Я все, как есть, рассказал. Все, что Дмитрий задает, какие-либо вопросы, он задает. Это не просто из-за того, что он придумал это. Он задает по моим рассказам. Я понимаю. Не надо от ней говорить, что я этого не делал. Я много чего не рассказываю вам, чтобы вы не нервничали за меня. Я понимаю, что вы не верите, что вы будете до конца меня отстаивать. Но тут вопросы задают по существу. Не просто так. Да это не вопрос, это беседа. Какие вопросы? беседа по существу. Да, он рассказал свою историю. Вы ее послушаете. Час тридцать. Если будет у вас время, то вы послушаете, как все происходит на самом деле. Вот только получается, знаете, какая история, что когда вам удобно, то все правильно, а когда вам это не нравится, то надо разобраться, или я этого не видел. У меня вопросов нет, тут позиция понятна. Вы за братоубийство, вы по сути поддерживаете фашизм и убийство мирного населения и уничтожение. Вы тот, кто занимаетесь геноцидом, соучастник. Живите с этим. Ваш сын оккупант. Я все услышал. Я приму. Примите к сведению, примите к сведению, что его командиры кинули, ваш сын убийца оккупант. Примите это к сведению. Глеб, приложу все усилия. Все, что зависит, все об этом делать. Я тебя очень люблю, мой мальчик. Я вас тоже всех люблю. Сильно не переживай. Уже повезло, что я нахожусь тут и меня могут подать нас рано или поздно на списке на обмен. Это уже максимально что могло хорошее со мной произойти. Остается только ждать. Сильно не переживайте. я все чувствую, так же сопереживаю. Все будет нормально. Дмитрий приходит, дает нам общаться. Как будто стали говорить, как будто вам плохо или что? Нет, Также он приходит к нам дает к нам, заканчивать разговоры. Дает телефон нам общаться, если что, пиши, какие новости. Я вас всех люблю. Я вас всех люблю. Метрию писать можно? Да, мы такие нацисты и фашисты, что даем, вот он первый раз попал в плен, позвонил жене, да? Да. Поговорили с девушкой про ребенка. Вот такие мы фашисты. А вы братский народ, который пришел нас убивать. Не желаю вам хорошего вечера. Подумайте то, что вы услышали. Посмотрите видео на канале, сделайте какие-то выводы. Все равно на благодарность. Не нужна его благодарность. Человеку, который поддерживает хера, который сидит в бункере и начинает мне что-то рассказывать. Я что-то не так сказал? Нет. Ну, в чем я не прав? Давайте поговорим на эту тему. Нет. Что-то я перекрутил. Нет. Весь диалог был по существу. Ну, вы же сами рассказывали. С ваших слов вы же это сами рассказывали. Да. Почему, когда человек говорит я уверен, что он не стрелял, а вы ему говорите отцу я стрелял, он говорит тут надо разобраться еще. Как это работает? Тут кряки будут. Вот в этом моменте будут много кряков этих вот, которые понравились им. Родитель как бы до конца верит в то, что такого не было. Ну, что? Да нихуя это не работает так. Что значит родитель, ну, вы и сын ему говорите, что вы стреляли. Ну, это же пи***ц. Он говорит, надо разобраться. каждый родитель будет отстаивать своего ребенка до последнего. Ну, я считаю, я думаю, это так. Нет, так а про другое, что не про только ребенка. На рашку напал фашизм, мы защищались. Это что за позиция? Бред? Вы фашист? Нет. Нет. По традиции, я хоть взбодрился, потому что первых 45 минут. По традиции, у нас военнопленные обращаются к своим согражданам. Этот ролик посмотрит много людей. И если хочет. Хочет обращается, хочет не обращается. Ну, и рекомендует идти сюда, не идти сюда. Что брать? Я понял, что я раскрыл военную тайну про наших боевых клопов биологических, поэтому теперь прививки будут делать. Будете обращаться? Не будете? Пусть идут, умирают. Да? Да? Ему повезло, он попал в плен. Тоже. Редактор субтитров Корректор А.